так 3434 ребят да 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 извиняюсь за сбой сейчас мы с ней про с ларисой продолжим так вот она лариса так я надеюсь что я больше у вас не пропаду заработала хорошо ларис слушай у нас с тобой предыдущая запись она слетела потому что антоха антоха ахон антоха сделал доброе дело мне ага дубль 2 он не специально ну ничего дубль 2 тоже хорошо может чего не сказала скажу заново да да представься кто ты откуда где живешь где жила где работала где работаешь короче все заново ясно ну всем привет здравствуйте меня зовут лариса клубы я сейчас живу в германии вообще я из россии вот ну по семейным обстоятельствам примерно пять лет назад мне пришлось переехать сюда как я не хотела учить немецкий язык но у меня как говорится судьба все равно учи немецкий учить немецкий я в школе учила немецкий когда-то и мама мне говорила ты попала в немецкую группа я хочу английский раньше было так я никогда не поеду в германию зачем мне немецкий ну что ж дочечка надо учить и . учила учила она учила в школе сдала одну слава богу все не буду я этот немецкий больше учить поступаю я в институт московский текстильный до имени косыгина и я вижу в расписании уроков немецкий язык боже опять ну не хочу я учить немецкий но надо у нас был вот такой словарь кирпич там там были спец термины именно текстильные эти вот эти все думаю боже мой только термина вот такой кирпич там не знаю сколько их было хорошо выучила сдала я все равно никогда не поеду в германию зачем мне этот немецкий ну так получилось что вот когда мне уже было извините наверное 6 я сложилось так что мне опять надо учить немецкий либо меня здесь на работу не возьмут никуда и жить нельзя я так потихоньку просто сдала цену если мне здесь надо быть то я здесь буду я так нехотя сдавала экзамен думаю ну тут я не знаю лично и никогда не поеду в страну где была но зачем-то меня сюда выкинула и я теперь поняла зачем нужно германию познакомить компании фаберлик у тебя такие амбиции мне кажется ты станешь со временем ты станешь чеком номер один германии мы будем тобой гордиться не давать фаберлик онлайн везде делает чеки номер один своей стране у нас есть станет чек номер один и он в нашем проекте в россии да и он нашем проекте да на украине тоже в нашем проекте поэтому все ты у нас главарь германии будешь спасибо надо стараться мы будем стараться тем более теперь у меня открылись две девочки в этом каталоге да я росла практически наверное год у директора сама да но были у меня лидеры они старались но что-то вот мешало да был какой-то вот психологически видимо барьер и слава богу когда у нас открылся этот каталог и нас объявили вот эту акцию я собралась своих девочек в своем чате да именно будущие директора у меня там только так я говорю девочки этот чат заговоренный если вы попали в этот чат все вы будете директором хотите на эфире мы говорили который фирме сохранился что лариса по итогам 6 каталога 2020 года открыла новый испеченный статус серебряного директора то есть у лариса открылась два директора под нею и плюс она стала серебром вот ларис как вот вообще вот что за акция как у тебя вот это все получилось я знаю что ты идешь на машину на турцию и так далее вот расскажи нам про все свои кишки плюшки которые тебя ждут на пути помимо выплат на расчетный счет банки ты недавно заключила и п с компанией договор сейчас ты получаешь денежки на расчетный счет да то есть вот это все конечно очень бы хотелось и тебя сейчас узнать на и подробнейше ну хорошо тогда значит начнем с успехов да потому что но если вы захотите у вас все получится у нас как с компанией фаберлик здесь все получается у тех кто хочет если кто-то не решил для себя что он точно хочет то даем вам сутки на подумать а потом добро пожаловать вот я получила я был я попала в акцию когда нужно было открыть директора за открытие и удержание два каталога по моему подряд да нужно было подтвердить и получаешь 1800 евро в россии это было 100 тысяч у нас было 1800 почему у нас больше сразу говорю потому что мы налогу практически процентов 30 платим вот поэтому если все уравнять то то же самое и у нас чтобы другие страны не обижались что у нас тут так хорошо и много платят нет у нас также просто в москве менеджеры сидят они все это видимо сопоставляют чтобы никому было не обидно у всех получается поровну просто вас налоги поменьше у нас налоги побольше но в итоге мы одинаково имеем ту же сумму вот это была первая плюшка и это плюшка и турция да турция бесплатно у меня получается вот надо было закрыться по закрытию 1000 евро да мы не выплатили сразу вот и на сегодняшний день у меня получается зарплата как средней женщины да то есть там полторы тысячи 600 евро в месяц но я всем говорю девочки что это начало да мы начинаем там буквально со 100 евро потом 200 300 400 и вот у меня такой момент да всегда я вспоминаю год назад у меня была одна сумма а через год у меня ровно в два раза больше и даже какая вот сейчас нехорошая работа у людей была я говорю а вы просто спросите через год им в два раза больше поднимут эту зарплату надо узнавать я говорю вот узнайте потому что действия те же самые да а зарплата твоя растет в разы не то что там на десять процентов или сколько-то в разы в два-три раза все зависит от вас вот я честно говоря я лентяйка вот я лентяйка ужасная лентяйка правда я я себя ругаю думаю какая же лентяйка если я работала каждый день я уже действительно была там там где должна быть честно сказать я работала целый год я работала четыре дня до закрытия каталога три четыре если честно а если 20 дней работать представляете что это будет если я вот таким ленивым образом дошла до этого статуса принципе неплохо да но я думаю ой ну я же лентяйка такая вот ругаю себя но я же ладно я же пенсионного возраста хотя что в россии теперь до 60 да что здесь германии до 60 семей то есть профессию вообще забудьте и сразу хочу если нас слушают девочки мои германии тоже прибавили что ли но они давно прибавили них давно уже 67 да ты чё до 67 лет женщина до 67 работать германа должна работать да бывает конечно что они раньше выходят но это особый случай и я думаю что он не про нас ну и вообще у меня такая позиция не хочу висеть на шее у государства как говорится дай мне бог здоровья я буду работать сама еще и людям давать рабочие места да потому что что у нас да чтобы понимали вы каждый получаете свой интернет-магазин вы директор своего магазина как вы его раскрутите сколько вы покупателей туда пригласите такой у вас будет доход да но чтобы если вы не знаете с чего начать пожалуйста по барлик онлайн приходите к нам и мы вас научим иногда новички приходят что делать что делать так работать я говорю подожди ты обучение прошел нет но я хочу работать я говорю ну подожди когда ты приходишь опять вы зависли нет не когда ты приходишь на работу да ты что ты проходишь начало обучения от игры у меня с меня сейчас требуешь аттестат чтобы я тебя выпустила и на работу сейчас там не все эти как-то детали испортишь да ты испортишь весь свой теплый рынок потому что все охватили каталог и побежали по своим знакомым и все потом из-за этого у меня ничего не получается люди не идут я говорю я тебя куда-то посылала я тебе сказала сначала ты разговариваешь со мной и никаких самостоятельных действий не производишь ради бога не трогайте свою родню потому что это первая наша ошибка когда мы бежим а мы такая компания классно тут столько всего найти посмотрите нас смотрят как мы сумасшедших потому что ну во первых даже мои дети говорят мама сетевой ты куда вообще полезно я говорю вы понимаете я не пойду ни в одну сетевую компанию хоть волоком не там обещать золотые горы но фаберлик это вот это рядом сетевым чисто только зарплата наша в сетевом да в остальном это обычный бизнес просто бизнес и все у меня даже в голове но укладывается что это какой-то сетевой это смешно это настолько умно выстроенный бизнес личное потребление и все настолько настолько маленький личный этот объем что выполнить его легко и просто мои девочки а то лиза белкины поздравление пришло спасибо девочки я вот тут на немецком написано но какая красота девчонки какие вы молодцы радуйте наставницу спасибо всем большое слово благодарность да всем кто помогал но действительно это стоило того и к чему я хочу сказать что фаберлик это не сетевой пусть я как говорится там заплюют но это не сетевой потому что если бы мне сказали пять лет назад что я буду сетевом не называя компанию ну извините я бы сказала бы сумасшедший наверное я никогда не буду сетевом вот говорила много раз нет сетевой это не мое вы что нет но фаберлик он никак не вяжется здесь это совершенно друг это просто бизнес это ваш интернет-магазин и все поэтому кто хочет открыть свой интернет-магазин хоть в германии хоть в любой другой стране 42 страны пожалуйста мы вам поможем вот спасибо олечке забилкиной и тане еске что они у меня есть мои первые директора вот и много у меня как говорится в подрастающей группе лидеров девяти процентников у меня 6 человек было в этом каталоге я думаю что все они подрастут дина якушина ждем ее в директорах буквально есть то баллов для вице директора старшего вице директора не хватило вот поэтому поэтому кто не кто не с фаберлик я их просто не понимаю я тоже не понимаю я их просто не понимаю они даже не хотят рассмотреть возможность даже вникнуть во что меня в принципе фаберлик приглашали несколько раз я говорю да вы что это не мое я косметикой не занимаюсь и не пользуюсь ей даже зачем нет я не смогу как у нас же все таки с одной стороны сетевой с другой стороны это бизнес рекомендации да если я не знаю продукт как я могу его рекомендовать любой человек ты сама пробовала спросит у меня да нет я не пробовала да я вот тут просто за деньгами пришла он также не бывает поэтому когда я начала анализировать думаю ну а как же как как же я то выросла вообще да как это в чужой стране с чужим языком и не было вообще никаких знакомых многие встречают я никого не знаю у меня никого нет ты знаешь у меня вообще никого тут не было и язык я не знал и ничего я не знал вот просто говорите кинули выплывешь не выплывешь я помыкалась сначала к одному берегу к другому берегу да я немного поработала здесь в немецкой компании с хорошим замечательным продуктом не буду делать им рекламу продукт замечательный но ты его купишь один раз и все на этом твой бизнес это как цептер как цептер у меня есть аналогично цептер да более 15 лет с ней ничего не случилось она великолепнейшая миска она передается по наследству да 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 и мне больше не надо мисок да да и я тоже смотрела на этих работников я не понимала вообще куда я попала да продукт классный но это ж пахать и пахать надо это продажи и все и ну благодаря этому бизнесу я объехала полгермании наверное да чисто на автомобиле и я смогла немного узнать вот именно менталитет детского населения а это те же самые да да только уже в базе еще нет спасибо очень почему не у всех получается девочки вы знаете мало хотите то есть в первую очередь вот у нас были марафоны да когда нужно настолько сильно захотеть что ваше хочу будет вперед вас просыпаться рано утром и ваше хочу будет вас будить и заставлять совершать действия чтобы получить то что хочу получить почему не получается мало хотите да мало хотите только лишь всего мало хотите да я это себе записала я пост на эту тему напишу мало хотите мало действительно да как-то не помню кто тут уже из наших наверное говорил а не может ты же говорила точно ты говорила потому что сначала я первые вебинары слушала нашей Валентины Афанасьевны и когда я пришла зеленая такая какая-то стенка да я смотрела на Валентину Афанасьевну человек на пенсии да а я уже предпенсионного да Валентина Афанасьевна у нас золото открыла Лариса только идет на золото да у Ларисы сейчас два директора в первой линии открылось кто только что зашел и третий директор скоро скоро будет она на 19 процентах Лариса за нее держит кулачки и дай бог Лариса скоро откроет золото в Германии да да тихо вот то есть сначала вы должны захотеть да у нас есть даже марафончик этот обучающий сначала желание да жгучее желание что вот я действительно хочу либо тем-то стать либо то-то получить и естественно действие да нужно определить план как идти к чему идти и только тогда обстоятельства сами так сложатся что у вас и люди к вам пойдут те которые вам нужны это это нельзя объяснить это вот я говорю это вот на ментальном каком-то уровне все в голове вот это надо понять когда вы поймете чего вы хотите и вы действительно этого хотите вот тогда начнет получаться ну естественно обучение нужно пройти вот без обучения никуда я своим новичкам говорю не смей никуда ничего идти и делать пока ты не пройдешь обучение либо ты испортишь свой теплый круг вот ну что в итоге и делать кто слушает у тех все хорошо кто не слушает набивает шишки но мы-то эти шишки уже пробили мы же вас предостерегаем и бывает что по двадцать раз скажешь скажешь все равно она пошла сделала свое у меня не получается а что ты делала ну вот так вот так я говорю ну ты знаешь мы все через это же прошли мы хотим вас уберечь от этих неверных шагов правда-правда мы же все это прошли через себя и когда я начинала ну думаю ага Аня смогла Валентина Афанасьевна смогла а что я хуже что ли а мне деваться некуда я не буду говорить поговорку но все мне несмотря на мое высшее образование меня никуда не возьмут уже в моем возрасте как бы нам там по телевизору не говорили смените квалификацию да это было смешно я посмотрела передачу людям моего возраста даже чуть постарше предлагали поменять квалификацию то есть она была маникюрщицей а ее отправили на повара учиться вы представляете я сейчас пойду учиться на повара извините у меня ноги уже тоже болят потому что возраст дает о себе знать к сожалению даже пятьдесят это не тридцать даже не сорок вот я не пугаю но это так и спина сзади оказывается есть иногда почему-то болит поэтому встать на ноги идти как говорится идите пирожки пирожками торгуйте только по телевизору по российскому телевидению я смотрела я просто это вообще как это это для чего у меня высшее образование ну куда я с ним в таком возрасте а мне еще пахать как говорится десять лет по российским меркам и по местным семнадцать и все то мы хорошо раз другие смогли значит я смогу вот ну почти смогла и раз у нас опять получился это новый эфир да тогда хочу сказать насколько важно делать 100 баллов да потому что там говорила повторю кто да вот повар в прошлом понятно я знаю это работа на ногах это варикоз и все остальное и вставать рано утром представляете а я сова куда мне вставать я сова я не могу я могу ночью работать ну люди разные да я вижу кто сидит по ночам я уже как бы у нас же разница здесь да смотрю Аня еще тут ну надо же они вообще наверное не спят вот 11 встала нормально легла в 4 часа ну да когда работаешь работаешь дома можешь себе это позволить это плюс и потому как я живу на две страны да получается мои дети в России и я вынуждена я не могу привязаться к рабочему месту какой-то компании которая работает на земле тут у меня вся моя работа в телефоне куда бы я не поехала тем более уже с таким доходом могу свободно себе позволить пока пока банковская система везде работает то есть я могу их снять в любой точке мира вот и вернемся к нашим стабальникам да как выгодно делать 100 баллов вот эту открыточку да которую мне Оля Забелкина прислала это человек который пришел мне по ВИП вот то есть когда я поняла что такое 100 баллов оказывается когда делаешь 100 баллов тебе компания сама людей ставит и вот однажды компания поставила мне Свету Забелкин это была мама Оли я ей позвонила спросила нужна ли помощь и сказала что у нас есть возможность зарабатывать онлайн без продаж сидя дома она говорит хорошо я скажу это дочке своей может ей будет интересно ну вот Оле стало интересно и теперь и вот эти цветы и вот это поздравление все остались спасибо моим девчонкам Оле Тане вообще всей моей команде потому что она действительно большая она уже растет такими темпами что я просто уже не успеваю знакомиться где чьи люди вы уж простите но каждому я помогу обращайтесь это без проблем чьи вы бы не были да пишут 100 баллов в самом начале сложно вот если честно да сложно я не отрицаю первое вторые 100 баллов действительно кажется сложным но вот сейчас по истечению каких-то лет вы знаете как я делаю свои 100 баллов прежде чем сходить что-то купить в магазин я сначала иду на сайт фаберлик и все покупаю фаберлик вот я по этому по этому поводу готовлю вебинар потому что вот эти вот акции да объемная скидка с нашего заказа списывается акция вип 3 компания под нас регистрирует людей и так далее и так далее их очень много если их все вместе собрать то просто наши консультанты которые половину там сходили в магазин купили половину у нас просто не понимают что действительно тут намного выгоднее когда я все это посчитала и поняла да все это вместе сложила сейчас у меня выходит более 200 баллов бывают даже 300 и 400 когда одежда да новая просто потому что я понимаю что в магазине мне ОС не заплатит по вип 3 мне не заплатит мне ничего не заплатит а тут я все-таки имею огромное количество акций скидок да еще помимо того что компания под меня регистрирует людей я конечно очень рада что Лариса стала випом и сейчас благодаря компании да Лариса не только вип консультант но еще и серебряный директор потому что компания все-таки нашла ей бизнес партнера а это шикарно да но конечно если бы Лариса не созвонилась с этим человеком не рассказала бы ничего да то и не было бы сейчас статуса серебра Лариса она с каждым человеком работает она каждому человеку подходит с душой с сердцем всем звонит боится не боится есть у нее время нет у нее времени есть у нее настроение какие-то капризы не капризы да то есть она идет она звонит и поэтому и есть результат да очень много людей действительно вот мы недавно работали с командой с одной да то есть девчонка такая живая классная суперская ко мне много было регистрации я ей доверяла людей говорила давай регистрируй будем с тобой вместе с ними работать она не то что даже созвониться с ними не хотела она даже голосовые не хотела отправить и все нам пришлось от этой девушки отходить уходить другой другой помогать да почему потому что человек который не хочет работать с людьми он никогда не станет никаким директором это факт нужно хотеть работать с людьми и компания за это платит действительно огромные деньги действительно дарит хорошие выплаты вот сейчас на данный момент лариса да она получила 1800 евро она получила премию 55 тысяч за директора тысячу тысячу евро за директора под нее компания зарегистрировала ее будущего директора тоже шикарно да то есть со всех сторон идет помощь и поддержка да получается прейд фаберлик онлайн дает обучение все полностью лариса кстати ведет очень шикарные марафоны по управлению весом вместе с верой тыщенко да то есть кстати первого же числа через три дня два дня осталось да будет еще одна гонка людей много практически 800 человек я рассказала держится там за голову говорит как мы в шоке были поэтому ничем исправить да 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 включите в координационный совет директоров набирайте модераторов пусть они вам помогают очень у тебя есть два директора могут они тебе помочь да то есть в конце да можно какие-нибудь дипломы еще что-то выдать но на двоих я вам не советую такое брать такое огромное количество людей да потому что у вас все больше и больше участников марафона из-за того что люди действительно преображаются действительно худеют и последний марафон меня Лариса пустила в чат да то есть не спрашивали с меня задания ничего я там сидела воровала рецепты и относилась к моей домработнице ребят правильно да ну я конечно скинула всего два килограмма потому что я люблю ночью в холодильнике посидеть посмотреть что там вкусненького зачем лампочку придумали ну да действительно чтоб ночью видно было да 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 поэтому как бы я думаю я вас я вас очень жду потому что вот тут мне Марина ну моя хозяйка по дому подходит и говорит Таня я не знаю что тебе готовить мы уже все изготовили я говорю погоди через три дня начнется марафон я говорю слава богу девочки меня пустили не выгнали вот повар в армии кондитер потому что интересно но был немного опыт в сетевой плюс работал оператором и все очень интересно ну да да хорошо хорошо ну что ж Ларис еще хочется тебя спросить девчонки девчонки у тебя хотят Турцию не хотят выполняют они у тебя не выполняют ну девчонки у меня запланировали отпуск да вроде как не совсем получается потому что здесь планируют отпуск за год вперед вот и да ну вот местный менталитет и образ жизни совершенно другой поэтому много нюансов которые пока мы не можем встроить да вот ну только если уволиться если уволиться тогда может быть опять же этот коронавирус да планировали октябрь да а теперь неизвестно как вообще все да 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 получается я не знаю хотелось бы конечно все вместе ну что я одна-то поеду тогда на тот момент была я одна всем предлагала поехали вот на ассамблеи которая у нас была ну мы сейчас как раз в это время должны уже вернуться были из Турции да проектом мы оплатили путевки всем девчонкам кто выполнил условия и ну вот так зато занялись занялись работой и хорошо поработали да поработали мы действительно хорошо мне очень нравится очень много всего интересного да то есть наш марафон успеха новые новые обучения вот это все это конечно здорово действительно да 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 поздравляю Вальнору да вот Ларис что еще хочется у тебя спросить расскажи пожалуйста как ты тратишь привилегии ВИПа что ты делаешь с ними помимо того что компания под тебя регистрирует людей ну компания немножко немножко сейчас перестала под меня видимо регистрирует потому что у меня их и так очень много вот как я их трачу ну во-первых когда я зарегистрировалась да у нас же подарок новичка всегда и какое-то время я долго не пользовалась да продукции и шла в подарок платину в набор да был тогда активационный заказ то есть пока ты ничего не закажешь да даже минимально кабинет не активируется и в тот момент как раз был наборчик платином там было молочко дневной и ночной ну 35 плюс он так дошел да сейчас его немножко омолодились 30 плюс его можно и я попробовала его тогда потому что все эти переезды эксамены стрессы в общем нехорошо на моем лице отразились я посмотрела в зеркало думаю боже мой кто это там вообще я ее не знаю наверное вот эта старость пришла и пришел вот этот кремик мне его хватило ровно на неделю вот я увидела результат даже за неделю и получается думаю ага значит я возьму всю серию она она же идет как вип да она немного дороже чем все остальные ну я же себя люблю поэтому я себе купила всю серию а по баллам она выходила как раз под 50 если все брать тогда еще были у нас ампулы еще вот сыворотка была с распылителем сейчас не знаю почему нет шикарно это все работает вот у меня я постоянно на этом сижу это у меня второй слой я сначала мицеллярной водой снимаю косметику потом вот точком протираюсь а потом уже тоником да потом уже тоже хороший да у меня трехслойное очищение вот и получается я взяла вот эту серию и она ну кожа видимо уже возрастная все-таки да была и у меня она просто съедала этот крем и если когда-то раньше допустим 35 плюс и дальше у меня этой баночки бы хватило там на 3-4 может в месяц да то этой мне хватало от силы на 2 и получается каждый второй либо третий каталог я брала вот эту серию и мне эти 100 баллов в принципе легко потом давались потому что половина у меня шла платином и половина товара для дома и все а потом когда появились у нас базовые одежды там водолазочки вот такое вот как говорится про вечернее платье я не говорю хотя тоже себе взяла взяла и вот они 100 баллов я всегда бью себе по рукам чтобы не брать 120 или хотя бы там ну хотя бы 103 уменьшить да все надо начинаешь выкидывать все надо я не могу если я это выкину у меня это закончилось как я без него буду жить вот и поэтому столь легко поэтому у меня 70 процентов я беру вот что-то из платином потому что он самый дорогой теперь я могу 2 брать но иногда у нас там бывают хорошие распродажи там колготки бывают шикарные да у нас в германии мало товара поэтому да в германии в россии больше там вообще можно разогнаться ассортимент да но кстати хочу заметить вот самые трудные времена как раз надо было делать 100 баллов мы тогда к латвийскому складу относились но настолько было мало и попали в тот период когда помнишь были перебои то есть практически нечего было взять на тот мы все равно брали то есть опять же возвращаемся к нашему хочу хочу сделаю буду и все да а если ум что делать но ничего не делать принимать решение как у нас в чате да одна одна жалуется на все а другая взяла и уровень выше открыла и та которая жаловалась сидит и думает и что я ныла надо было работать да это действительно только все опять же в голове да возвращаемся к тому пока вы себя тут настроите правильно тогда все пойдет если будем ныть конючить ну не знаю иногда конечно бывает да когда у нас в чате давайте поноем но ныть тогда надо всем вот когда все ноют об одном тогда помогает всем а когда один ноешь нет да в Германии есть есть официальное представительство можно заключить договор с компанией открыть ИП получать трудовой стаж и так далее вот Антон зашел к нам на прямой эфир где-то сидит нас смотрит да да контролирует технические параметры контролятор взял нам весь эфир отпустил артист да ну слушай Ларис хочется какой-то пользы нашего вебинара значит мы с тобой похвастались и действительно говорит о том что ты огромная молодец потому что если бы ты как наставник не смогла бы донести все привилегии компании фаберли конечно директоров бы не было да и даже если компания под тебя зарегистрировал человека и помогла тебе найти директора самая главная работа это конечно же стояла только за тобой она висела только на твоих плечах расскажи пожалуйста что нужно сделать чтобы люди в команде становились директорами хороший вопрос очень хороший вопрос у меня есть парочка бездельниц может быть я твою тактику применю и они у меня станут директорами и потом тоже мне пришлют цветы да ну что что надо делать во первых наверное все таки мотивировать да и собственным примером показывать что ты растешь даже если кто-то не растет а только наблюдает со стороны вот в принципе у меня так наверное и было даже Оля Забелкина мне говорила ну вот вы станете директором тогда и я начну ну вот собственным примером получается так только так то есть они видят что я работаю если они стоят в сторонке наблюдают приходят другие люди то есть я не останавливаюсь пока вы сидите в сторонке думаете я зову других людей я зову других людей и иногда те кто пришел позже они вырастают быстрее тем кто еще думает да и все то есть один из наших секретиков да были какие-то у нас тоже вебинары твоя девочка которая Викиума купила да скажи пожалуйста как ее зовут Иришка Переметчикова да Иришка Переметчикова умница да вот она тогда по-моему сказала на каком-то наши волшебные двигатели да нашего бизнеса пока кто-то смотрит в сторонке мы ищем кого новых людей и приходят ой какая я умная это Иринка вообще да такая умная у нее столько мыслей в голове боже вот они иногда роятся и ну они тоже понимаешь она столько всего помнит но вот сразу чувствуется что человек работал начальником она была начальником своего дела она уволилась вот с работы сейчас она только в выберлик вот она даже ко мне домой приходит она все по полочкам разложит она за пять минут так понятно все объяснит четко ясно что у меня просто я удивляюсь я когда с ней общаюсь даже собираемся обзор вместе снимать да и она юбки в юбки длинные юбки длинные короткие в короткие пиджаки блузки все это разложила так значит аня мы с тобой вот это вот это одинаковое вот это не одинаковое то есть все это в это так это сашина мы втроем последний раз снимали так сорок четвертый пятидесятый сорок восьмой пятьдесят второй все разложила все размеры так сейчас значит это это я думаю ну ничего себе у меня когда я видео снимаю мне такой бардак у меня вся квартира завалена вещами я ищу пакет от этих вещей с ней невозможно что-то потерять да есть такие организованные люди вообще какая умница так и вернемся Лариса за год открыла директора за год за год да если честно если выбросить мою лень да то где-то месяца восемь вот это время если сложить все когда я действительно работала то месяца восемь это реально поэтому быстрый старт который компания нам предоставляет новичкам его действительно если ты работаешь его реально взять реально просто просто не спать потому что я повыкидывала все эти нерабочие мои сонаменты в итоге у меня восемь месяцев осталось как бы рабочего времени реально да вот и как раз сейчас вот с Иришкой мы тогда же про Викиом разговаривали да действительно это уникальная система я хотела ее купить сыну сначала да он у меня там компьютерщик и все такое думаю ну ему пойдет он как бы и так умный но будет еще умнее а потом думаю нет возьму-ка я его сначала себе посмотрю что это за зверь ты такой угу вроде как довольно ну не глупая да чего-то там тоже и образование высшее но давно правда это было все равно когда я прошла этот тест ну я немного огорчилась скажем честно то есть мои эти способности хотя вроде говорят что ты успеваешь больше чем нормальный человек я не знаю оказывается я не совсем была нормальной у меня было там восемнадцать двадцать процентов вот такой уровень развития там по вниманию мышления все такое я прозанимал да ну все мои видимо одинаковые примерно да когда нас начинают обучать тренировать каждый день по чуть-чуть буквально десять минут у меня получается за два месяца сейчас у меня по тридцать три процента достижения цели и там же есть вот эта матрица которая как было да и чего нужно достичь ну интересно очень и сейчас кстати почему я это все сейчас есть бесплатный вот этот вот период с двадцать восьмого по тридцатая где вы просто берете ссылку да промокод вводите и можете попробовать как это все но там только три тренажера таких несложных там есть другие посложнее попробовать как это что это и пожалуйста вот тебе восемьдесят баллов на целый спрашивают сколько ты сейчас зарабатываешь и ну в среднем у меня выходило вот когда я стала директором у меня выходило полторы тысячи вот ну с премией вместе да в месяц получается если вот в прошлом каталоге у меня получилось почти тысяч семьсот это евро евро да ну конечно я заплачу налоги с них ну пока так ну в принципе вот как девочки говорили это нормальная зарплата женская в Германии ну да да нормальная женская зарплата ну ждем чтобы ты хотя бы утроилась к концу года очень очень ждем самое время все сидят дома всем нужны деньги можно ссылку какую ссылку какую ссылку на вот эту викиум да на платформу а викиум мы по чатам разослали а тут мы как мы тут на ссылку не вышли вам ну если что в личку пусть мне пишут я отправлю Оля у меня Забелкин уже там зависла теперь зачем вы мне ее отправили значит Ларис у тебя какие шаблоны может быть работают шаблоны шаблоны работают которые от души и все вот чисто я здравствуйте я такая-то такая-то вы там зарегистрировались не зарегистрировались нужна помощь я вам помогу и все если человек отвечает да да мне нужно то-то то-то я рассказываю последнее время мы начали созваниваться либо голосовые почему у меня телефон выключился он перегружен голосовыми не успеваю просто чистить а людей настолько много что к сожалению могу забыть о чем говорили вот потому как продукция действительно шикарная да и когда ты рекомендуешь опять возвращаемся к тому почему выгодно делать 100 баллов когда вы делаете 100 баллов вы покупаете продукцию практически ну не всю но самую интересную и пока вы не попробуете на себе ну как вы сможете рекомендовать и все то есть у меня идет просто от души даже если это холодный контакт у меня идет да идет такой настрой что я не просто там хочу чего-то продать или все да вот такой я хочу поделиться чем-то хорошим чем я могу это тоже настрой нужно настроиться чтобы у тебя как говорится не доллары в глазах бежали да а вот просто делаешь любимое дело рассказываешь о шикарной возможности там либо лицо исправить либо на кухне убраться да и все у человека есть результат он счастлив это счастье тебе передается и есть желание работать дальше и опять же это идет из оттуда да сверху что делаете любимое дело и вам как говорится воздастся и в финансовом плане тоже да то есть сначала ты делаешь ты до деньгах даже не думаешь а потом они вот просто пришли и все вкладывать душу потому что это у нас работа с людьми вот люди это чувствуют если у тебя как говорится доллары в глазах а если ты действительно пришел нашел его проблему и пытаешься помочь хотя бы пытаешься да потому что случаи бывают всякие много аллергиков и все и тут ты уже включаешь мозг ага что можно вот это ей либо здесь с осторожностью либо вот это а это почему я могу потому что я перепробовала всю продукцию я ее на себе тестировала некоторые говорят вот это жжет подожди это должна жечь это буквально одна-две секунды этот эффект да где у нас вот этот кислород немного идет покраснение и все в том же платинуме да 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 сначала идет покраснение а потом все то есть процесс запускается и крем работает и все это нужно знать а потому что ой он наверно не подходит да это правильно он так и работает вот как оксикарбокси да вот это наша серия то же самое ее же надо с осторожностью это соломная процедура слушай у меня с оксикарбокси вообще никакого тепла никакого жжения ничего я ее нанесла первый слой смыла второй слой и сижу смотрю просто морщинки убрались просто меньше стало и все у меня никакой реакции вообще не было на лице я ощущала покалывание вот когда второй слой наносишь я чувствую что там процесс пошел я всю шею я на шею потолше намазала вот кстати вот эти вот все поперечные они начали действительно так прям убывают хорошо хорошо прям убывают мне понравилось конечно есть уже на чем испытать да и вот это вот все да и да вот это вот у меня тоже это проблема как бы на лбу то у меня мало всего да то есть а вот именно вот шея у меня в плохом состоянии и я прям на шее вижу результат прямо очень такой да да и тоже вот если девочки нас смотрят помоложе девочки если вам только 30 пожалуйста за шею сейчас уже ухаживайте я этот момент тоже пропустила думаю да лицо еще нормально все хорошо мажу его мало там да а про шею я забыла и все а теперь как бы немного сложновато все это поправить да можно но самое главное время поэтому кожа это тот же наш орган да как мы кушаем каждый день то же самое и уход должен быть каждый день да вы можете не ухаживать если у вас вы себе такая нравитесь пожалуйста умывайтесь как говорится чем Бог пошлет ладно но мы хотим быть красивее чем и есть да или хотя бы сохранить то что есть поэтому она и пить хочет наша кожа ее нужно увлажнять вот и кушать она хочет ее надо питать пожалуйста фаберлик это столько всего и некоторые фу косметика да фу знаете я тоже косметикой вообще не пользуюсь вообще никак ой я не люблю я тебя люблю просто я люблю уходовую косметику вот кремики это у меня все равно но есть я не мать кисточки стирала сейчас покажу у меня кисточек о но у меня немножко меньше потому что я декоративкой мало пользуюсь да а вот тушь тушь помада как бы ну тональник да последнее время вот и уход нужен к чему говорю что все таки это кислородная косметика это номер один и забывайте чем отличается фаберлик косметика уходовая не декоративка да от всех остальных мы номер один в мире другой такой просто нет если кто не знает не слышит у нас патент 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 да и никто его никогда никому не продаст спасибо Алексею Венчаеву как ты работаешь в каких соцсетях рекрутируешь ну начинала я с одноклассников если честно да с того момента еще у нас когда было старое обучение можно было заказ делать вот те шаблоны у меня оставались потом по мере нашего роста да мы просто их изменяли от себя и опять вернулись вернулись к тому что опять включаете душу да что вы хотите человеку сказать куда вы его хотите позвать иногда я пишу да что это супермаркет да там можно найти и то-то и французское белье и итальянскую декоративку и даже для здоровья что угодно я говорю да можно посмотрите каталог кто-то отвечает кто-то нет кто-то отвечает через год есть и такие опять же к методам работы расскажите всем что вы здесь Аня ты говорила да не расскажете вы расскажет кто-то другой да у меня были знакомые которые мне когда я выложила статус что я открыла директора свой первый чек крупный открыла в соцсети ну выложила в соцсети и мне такой звонок Аня ты что дура что ли я что случилось я в таком шоке я говорю что случилось ты почему мне не сказала что ты в компании я же вот буквально две недели назад зарегистрировалась неизвестно кому и я так да 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 вот так вот бывает и бывает и так ты директор я тоже хочу директора и причем ей так не повезло она зарегистрировалась просто у какого-то менеджера на пункте выдачи который вообще ничего не понимает он ей просто сказал делай 100 баллов вот тебе счастье а то что она может стать директором расти зарабатывать наставника все-таки уметь выбирать наставника если ты не умеешь ну не понимаешь да вот какие перспективы некоторые просто регистрируются купить а потом жалеют а второй ряд номер заводить уже нельзя да вот она мне прям позвонила и такая Аня Аня это что такое как ты так а я же до этого была в другой компании ну да я же была в другой компании я всех заколебала ну да первые 4 месяца пока я шла до уровня директора я вот эти первые 4 месяца я ну как сказать я ну молчала делилась впечатление да чтобы уже чтобы уже отстали от меня все я думаю я сначала сделаю результат потом скажу вот так вот может быть у меня бы уже было сейчас еще бы на директора больше да получается я вот в одноклассниках работала до того момента когда у нас начали активно вот активно говорить уйдите отсюда и все у меня все страницы там заблокировали я не стала их разблокировать потому что я контекстную рекламу тогда запустила да и как то вот стала у меня работа с этими людьми больше и у меня на рекрутинг в соцсетях практически нет времени но один момент правда был вот чисто заскучала да немного пошла людям написала другим но пришли мне отсюда двое в принципе навливаться почему-то кого не видно ребят кого видно кого слышно я не слышу Ларису к сожалению кого не видно так вот под конец эфира что-то у нас пошло не так но обрежем если что вот я тебя сейчас вижу я пропала да сейчас видно тебя я вижу тебя Ларис напиши кто пропал ничего не понимаю я всех вижу Продолжение следует...